так записи я включил доброго времени суток зрителям канала злой эколог сегодня мы втроем с максимом шевцовым и аланом мамеем здравствуйте друзьям приветствую вас друзья приветствовать подписчики наши поговорим мы сегодня о новых лидерах вчера в своем выступлении владимир владимирович путин обмолвился сказал что вот из тех кто сейчас принимает участие в боевых действиях на донбассе из них могут появиться новые руководители ну смысл такой был примерно высказываем что на ваш взгляд сейчас происходит вообще у нас в россии вот насколько действенны будут вот эти вот меры которые принимаются что там будут всякие льготы при поступлении там учебные заведения и так далее у тех ребят которые сейчас находятся на передовой как быстро на ваш взгляд может происходить вот это вот ротация того чиновничьего корпуса которые сейчас управляет нашим государством приветствую вас друзья но мы все вчера внимательно смотрели послание президента федеральному собранию и все не могли не заметить подобные позитивные пожелания мы жмор помним майские указы которые так остались майскими указами ну вот ты сейчас правильно обмолился да что из тех ребят которые сейчас находятся на фронте должна как бы родиться новая элита до новая элита правящая виде чиновников до в администрациях там разных регионов ну и соответственно новая военная элита но тут возникает вопрос а куда денется старая элита ну вот куда она денется я не понимаю вот когда такая же новая элита зарождалась военная в четырнадцатом пятнадцатом году в донецке она потом где-то году к шестнадцатому вся героически погибла от рук украинских дырги понимаете потому что ну властью же никто никогда не хочет делиться не чиновники не тем более там военные чиновники не еще какие-то ну какой смысл им это делать это конечно благое пожелание это благое пожелание это для того чтобы сталин смог сделать эту ротацию кадров уже помните что было сделано сначала было потрачено время на подготовку кадров с двадцатых годов взяли беспризорников система образования там туда-сюда они подготовили за 15 закончили школы вузы получили какой-то там жизненный опыт какому году 37 мому портация кадров как происходило для того чтобы кого-то куда-то поставить значит надо кого-то откуда-то убрать и соответственно возникает вопрос вот из людей сидящих в зале вот там много же людей сидела в зале кто-то спал даже да там телевизор мы так видели вот из них кто готов сейчас отдать новым талантливым ребятам которые сейчас на линии фронта с автоматом там или еще как-то защищает нашу родину но как практика показывает мне кажется они не захотят отдать а если не захотят отдать и готовы будут отдать то скорее всего не готова дать только своим прямым наследникам детям вот на кавказе так происходит да там ближайшим родственникам двоюродным братьям еще кому-то хорошему парню сереже из оренбурга должность какую-нибудь серьезную в правительстве где-нибудь в осетии ну я думаю вряд кто-то даст даже если он себя покажет героем на полях а слово поэтому пожелание прекрасное мы его я его всячески поддерживаю я считаю что этот путь неизбежен ротации ли государства хочет сохраниться да просто почему потому что на что если она хочет сохраниться если мы хотим в двадцать первом веке выжить и как-то двигаться дальше развиваться она нужна эта ротация элит но как понимаете как говорит из зайчика стать ежиком анекдот знаете да ну то есть получается ты говоришь часа о том что возможен у нас новый тридцать седьмой год что будут каким-то силовым методом этих чиновников смещать дело в том что сегодня только я увидел новость я могу зачитать как бы ну просто времени хочу тратить о том что упраздняют хотят упразднить убэпы убэпик как то он сейчас там называется то есть по борьбе с экономическими преступлениями при том это в том контексте что в свое время убрали убопы где я вот лично работал до объявив там что победили организованную преступность потом сократили обноны что вроде как с наркотиками разобрались да однако то что убрали убопы привело к тому что члены о пг которые были в 90 и они сейчас в тех же депутатских креслах сидят и якобы там сказали что победили там наркопреступность сейчас говорят что в салями там заполнили также просторы всей нашей родины и здесь то же самое то есть по экономическим преступлениям сейчас убирают силу яков там сокращают каких-то и будут понял твоя мысль я извини просто я вот сразу могу тебе прямо сразу тебе сказать на это вот когда брали по борьбе 40 преступностью братва горд рвется к власти они мешали братве дорваться до власти что сделала братва когда дорвалась до власти но она убрала те кто должен 40 преступностью работать а ну это же логично логично сейчас горит убираешь там вот по борьбе с наркотиками о чем у нас речь последнее время идет вообще в мире о легализации наркотиков легализации постепенно будет двигаться все в сторону этой легализации но в мире везде да там в канаде там в америке где-то героин или легализовали ну по рецепту врача естественно дам там метадона многие опианты до план там свободно курят у меня вот я подписчица мне из лос-анджелеса мы с ней общались за курение сигарет там огромный штраф в но очень большой горит да нельзя горит курить она готова траву на улице курить можно сигареты курить нельзя траву пожалуйста говорит вот есть интернет-магазин заказывайте прямо привозят доставка на дом то есть не то что там как-то надо по этим как у нас по схронам что-то покупают все официально чего хочешь говорит грибы дмт псилоцибин и там план все тебе привозят прямо домой и горит этот горит план он горит не видеть сигарета виде вот эти вот как парогенераторы как они называются вейпы вейпы да вейпы вот с канабиоидами и то есть это как образец же идет да и соответственно так этот опыт будет распространять но какая борьба с наркотиками с наркотики будут легализованы поэтому предварительно убирать структуру по поводу экономических преступлений но мы же мы знаем как декриминализовали там многие статьи уголовного кодекса касающиеся экономических преступлений то есть экономическую преступность что делают легализовывать понимаете если горит мафию нельзя победить значит что нужно сделать серый значит уже возглавить соответственно раз убирают структуры по борьбе вот эти значит я буду легализовывать ну вот наркотики я думаю сто процентов траву вот уже легализовали в грузии например она легализована на украине сейчас тоже будет легализована постепенно из легких наркотиков и тяжелый будут легализованы по рецепту врача естественно там но мы понимаем да эти рецепты будут за отдельную плату продаваться то есть наркотики будут легализованы поэтому убирают ну я как-то в теме по вот этому бэп вот этому бэповским темам у меня друг просто работает близки работал и когда пошел вот это сокращение он еще не соврать полгода назад не не совпять назад говорит ну все макс пора сваливать оттуда я говорю а в чем проблема играет все сокращают там отделы убирают с концами я говорю а почему так вы справились что ли со всеми целями задачами не дарит на освобожденной территории нужны единицы штатные поэтому тут убирают соответственно туда делают эти штатные единицы все насчет наркотиков недавно у меня беседа была буквально три дня назад человеком который под изюмом был в чувака вагнер там его ранил ранила в ногу попал он под кассетные бомбы вот ранила и зашел и зашла речь о наркоте он говорит вот кто там был со мной каждый день вот но до свиньячьего визга конопляных полей валом солей балом все там убивались но со страшной силы то есть представляешь такое донецкая область там маковые головки размером с мой кулак вот здесь ну у нас такое не растет у нас ну наверное из-за почвы или за чего там маковые головки вот кулак у меня размером вот такие маковые головки но ты людям скажи кто не в теме что именно из мака делают герои чтобы все понимали они говорят уже маковые соломки там очернухи много названия пиатов но это самый основной опиум серец из него делают все тяжелые наркотики вот все поэтому с наркотой там вообще проблем нету я так понимаю что с той стороны что с нашей стороны потому что не нет оснований верить не верить моему товарищу очевидцу всех этих событий макс ты понимаешь потому что человек может преодолеть страх смерти двумя вещами либо у него идеальное какое-то есть идеалы родина там еще что-то либо препараты будь это спирт ну или сейчас какие-то другие более совершенные препараты спирт он не очень совершенный потому что у него есть какие-то да и там серьезно да неадекватно таблетку съел ты там двое суток как сайгак прыгаешь у тебя ни страха не более ногу отстрелиться даже не чувствуешь дальше ведешь огонь на специальная боевая химия сию на майдане кстати даже применяли никто особо это не скрывает а насчет вопроса твой сереж я скажу так вот я был но короче на передке я был я разговаривал с офицером вот офицер мне сказал он воюет с первых дней 24 февраля вот когда зашли все говорит потери среди офицеров огромные потери только из-за того что настоящие офицеры они шли вперед соответственно попадали под раздачу сейчас большая потребность в офицерах когда наша группа обучала мобилизованных я с командования разговаривал уже тогда они говорили что вот-вот будут открываться школы младшего офицерского состава куда будут набираться из числа прапорщиков сержантов рядовых которые мы имеют определенные командирские качества и вот сегодня мне поздравлял с 23 февраля мой бывший курсант он тоже на передке находится офицеров нету он является как старшина первой статьи за офицера ну то есть на взводном командном пункте огромная проблема оказывается он говорит но приходится нам брать на себя бремя офицеров ну а по факту он является сержантом да ну сухопутных если обозначение брать то есть я думаю проблема будет решаться именно в армии именно с набором младших офицеров особенно в то время когда будет наступление или наоборот обороны где будут кровопролитные бои однозначно офицеры будут выбывать из строя они необходимы в этом плане я думал все будет нормально будут организованы эти школы эти курсы повышением боеготовности но не в гражданской жизни я в разведке служивший просто расскажи подписчикам кого когда видит группа выбивает первыми очередность да вот командира и радист сразу же момента командиры связь поэтому естественно конечно у них дроны беспилотники они вычисляют и под ним и бьют артиллерия тем более работа 90 процентов потерь 90 процентов видения боя это огневое видение то есть минометы гранатометы снаряды беспилоты камикадзе ну и прочее 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 стрелковый бой ну как правило это так штурмовых подразделениях это они напоролись отошли назад вызвали минометы такая война действительно четвертого поколения где на первом плане разведка спутникова воздушная наземная агентурная ну а второй этап это на наведение арт-систем всем там снарядов не жалеет от слова совсем поэтому добавить что вот будут выдвигаться до макс вот все равно будут сейчас выдвигаться вот сейчас в огне и должна родиться вот новая армия как гражданскую войну она родилась да из талантливых ребятам они на курсы комсостава ехали главное чтобы эта работа была поставлена система хотелось бы очень верить то что министерство обороны заинтересована в этом даже заинтересована в подготовке этих новых кадров и вот туда эту работу конечно можно поставить талантливого парня выдвинул там полгода не знаю полугодично раньше эти курсы были лейтенантские ускоренные вперед но это но это жизненно необходимо реально я думаю что это будет если она пока по каким-то причинам не включено в работу но она будет сделано я уверен вот на сто процентов мы вошли в пивом в такой пиковый период где специалисты особенно офицеры младший комсостав он жизненно необходим вот кто будет на передке кто будет передовых взводах ротах это кровь из носа необходим а то что касается нашей системы гражданской бюрократической я думаю это будет тягомотина это будет саботаж никто по своей воле не будет уходить с насиженное место с хорошей зарплаты но тут есть ключ вот если будет персональная ответственность гаечная пугай не пугай так оно должно быть вот тогда процесс пойдет именно персональная ответственность тогда может быть что-то стронется с мертвой точки ну как говорит мой родной кум полковник такой серьезной структуры он говорит пока не будет расстрелов ни хрена в этой стране ничего вот не в этой стране ничего не изменится это говорит полковник ну массово чиновников массово же по всем регионам вот там в дагестане так что ли сколько-то 3 миллиарда их еще не из пенсионного фонда в ангушетии вот ну вот и как-то все это так ну проходит достаточно мягко у нас вот тоже тут одну чиновницу высокопоставленную в том году задержали приближенный там губернатору сейчас раз вот на этой неделе новость что выпустили ее то есть что там это война кланов война кланов понимаешь за место возобидженных потоков нет я к тому что вроде как персональная ответственность и есть то есть идут посадки по всей стране уже не первый год можно сказать но как-то не меняется обстановка да то есть да все одном они же все те же все те же самые лица одного там с одной работы убрали там на другую перевели то есть я конечно не хочу там требовать там тридцать седьмой год всех сажать там всех расстрелять ну вот но процессы какие-то такие странные происходит на мой взгляд может быть понимаешь это же от безысходности вот ты говорят эти этажи от безысходности было сделано то есть правящий класс один убрали до чиновничества во время там гражданской войны революции поставили свои вот те которые пришли люди к власти когда стали началась внутри партийная борьба он понял что эта борьба рано или поздно закончится либо они сожрут его либо он сожрет их но для того что он даже просчитал вперед даже предположим я их победил я их сожрал и мы их убрали когда еще уволили кого я поставлю на их место и заранее там за 10 12 15 лет начали кадры под это дело готовить застрелом на то что эта ситуация наверное случится это все обострится внутри партийная борьба и вот придется там что-то такое делать понимаешь а сейчас такое разве было ну кто эти люди проекта тиреенко не говори вот он сделал проект новую управленцы россии ну дай бог ну да в этих управленцах только вот которые были я там кстати говоря попытался там ну поучаствовать просто интересно было посмотреть прошел даже там сколько там этапов а потом выяснялось когда итоги подводили что там выиграл какой-то там родственник одного из топ-менеджеров лукойла и остальные там точно также то есть те же самые кто у власти также они своих вот как алан говорит подтягивали просто-напросто и под эти конкурсы подводили и также они кланы свои же кровных родственников каких-то продвигали на эти посты но у нас как в турции вот и честное слово я не хочу там вилять одним местом ну мы все знаем что у каждого кресла есть своя цена ты правильно говоришь смотришь 1 убрали он через некоторое время оказался в другом кресле либо равноценном либо выше ну понятное дело что сейчас когда же византийская система византийская византийцы турок турок которые захватили это дело этим делом разложили понимаете это не такой способ был византийцев разложить этих самых тюрок да вот там власть взять и они фактически да ну там вот как-то интегрировались благодаря этому и вот у нас такая же самая византийская система ну ты правильно говоришь лично я опять же склонен к той мысли что пока не придет всеобщий карачун у нас так и будет на авось авось султан сдохнет авось и шаг заговорит вот это будет из этого опера а вот когда придет трендец глобального как в девятьсот семнадцатом году вот тогда и начнут чесать голову как свалить тогда не чесать а начнут уже головы лететь в разные стороны отлетать с головы мы мы втроем о чем всегда говорим мы понимаем что ну судьбоносность вот этих времен мы не хотим вот этой большой крови ненужной крови и я не пойду знаешь кстати я вот бред про британскую систему вот этой власти сериал британ это британия говорю про британскую корону корона так и называется елизавета вот она про себя сняла вот сколько там 5 сезонов это вот она фактически сама сценарий писала вот сама система управления какая они в ходе всех этих буржуазных революций перетрубаться отрубания царских голов да там во франции еще где-то они пришли к пониманию что нужно выстроить немного иную систему власти где царь не управляет всем вот типа напрямую да и они вот что сделали они взяли силовые структуры ну армия в общем силовые да там разведка теме 6 да там спецслужбы они присягают короне корона это тот кто сидит на троне там неважно вася петя коля лиза маша кто угодно это корона этот человек просто носящий эту корону да вот спецслужбы все что силовое воины грубо говоря они присягают короне а вот все бизнесмены и там вот эти вот вся люди производящие материальные блага они присягают кому народу это премьер-министр парламент и королева в этом смысле не управляет парламентом но она может какие-то там вносить свои там какие-то но просьбы коррективы там естественно каким-то образом на это влияет да у нее есть там свои рычаги да там темный кнутайный кабинет и прочее но напрямую на не влияет то есть им это на откуп дали до бытовуху свою дорогие граждане организовывать и сами мы посмотрим и они всегда находятся над схваткой в этой всей истории кто-то чересчур начал борзеть там спецслужбы посадили что-то там это там еще что-то сделали при этом все силовые структуры меч грубо говоря она держит у себя в руках крепко а бабки говорит ну давайте вот управляйте но мы все даже понимаем что тут у кого находится меч рано если там совсем уже оборзеют у как бы знаешь в окно можно и выпасть дата ну всякое в жизни бывает они разделили эти все истории понимаете дали народу вот этому народу населению обычному они какой-то люфт дали участие в собственной жизни а у нас самодержавие классическое где все там не знаю вплоть до какого нибудь дворника в северной осетии чтобы что-то поменялось нужно чтобы до президента дошло да вот вот ну утрированно это штаки есть почему нельзя сделать свободные выборы в осетии в сельских поселениях или там где-нибудь городской совет города владикавказа но в маленьких этих до каких-нибудь там которые не влияют на принятие глобальных государственных решений нет все вот регламентирована одна партия все согласовано там ду-ду-ду-ду-ду согласование там ну мы все понимаем да как это все происходит зачем и вот это излишняя централизация приводит к тому что на местах начинают люди от царя как бы ну дурковать немножко мягко так говоря да и будоражить народ ну а кто виноват конечном итоге вот у меня например мусор не убрали там да мусор за кто виноват путин виноват тоже еще виноват конечно кто же еще виноват не мэр же маргарта я тут причем у нас вот все решает один человек стране пойти если там воды нет в кране виноват тоже кто царь система так выстроена и зачем мы так выстроили вот я не могу понять да то есть есть какие-то образцы другие в мире дайте людям люфт самоорганизации пусть лет в городе оренбурге сами организовывать есть там уже дойдет до каких-то бунтов по ножовщины ну тогда туда заедет армия росгвардии порядок наведет надо какого-то момента пусть сами отвечают и сами как бы и страдают если выбрали какого-то там ну не знаю идиота да ну пусть граждане оренбурга сами страдают от себя вы же сами его выбрали сами вот с ним и живите мы не влазим пока он не начинает там сепаратизмом заниматься еще какой-нибудь фигней там да там который угрожает государственном устрою то есть короне например да угрожает напрямую а до этого времени зачем и тогда было бы самоорганизации все бы вот как-то я думаю лучше бы самоорганизовались чем работу каждого жека должна лично руку но там направлять и координировать администрация президента в лице кириенко понимаешь потому что противно тут же как работать не будет на секиренко лично там не проконтролирует каждый там чего-нибудь и то есть этот власть они берут а как ты и больше про страна-то огромная и вот результат этого всего но это я так понимаю что у нас же система такая инертная это результат того еще что было в 90-е годы когда испугались очень сильно уральская республика там вот в чечне то что происходило побоялись после слов ельцина как берите суверенитета сколько хотите побоялись что суверенитета возьмут столько что страну просто-напросто раздербанит и вот чечне ты понимаешь вот я с тобой знаю чем тогда может быть да ну как куку какому не знаю какая-нибудь костромская область находящаяся в центре россии чё она может раздербанить ну понятно ладно приграничной территории кавказ еще ладно но уже давно уже не так это все но бог с ним но все равно же силовые структуры я еще раз говорю меч находится в руках государства милиция это вот это полиция фсб армия они же корон они же должны следить за тем чтобы интересы короны грубо говоря на территории соблюдались если ситуацию довели до сепаратизма то их нужно нафиг всех с работы выгонять потому что они ну как бы мышей не ловит на территории получается да это проблема уже этого ведомства если до этого ситуация доходит они должны вовремя это все профилактировать и как-то направлять но напрямую не вмешиваться понимаешь и тогда как будут разделение же в этом заключается что вот эти вот как эти вайши в индии называется вайши самоорганизовываются но сами отвечают за это а так они сейчас безответственно не горят ну мы чё можем вот есть вопросы задавайте царю вот там вот у меня родственники же вы сейчас же мои знаете да супруги они вот беженцы с города артемовского же вахмута им 25 месяц они уже здесь вот им должны по 10 тысяч дать компенсацию этих рублей до сих пор не дали два раза уже писали путину пойти путину писали почему нету в закон есть мишустин под петлю нету вот как бы ну нету приходишь к ним опять грудну пишите путину понимаешь и вот так по каждому вопросу пишите путину там ну нет уводéric пишите путину нет у вас там чё допишите путину там приехал парень ранее деньги не выдает пишите путину это же система получается не работает самоорганизации вот этой нет у этим больший к шатрии войны, естественно, все в строю, вертикаль власти жестко. А этим дали люфт. И поэтому у них система устойчива. То же самое в Америке происходит. Почему их система устойчива? Потому что за счет этого люфта появляется устойчивость. Ну, голосуют они, республиканцы, демократы, замечательно. Они же начальника ЦРУ, не выбирают на выборах общенациональных? Не выбирают. Или этот штаб их, Министерство обороны, они же не выбирают их на выборах. Они меняются? Не меняются. Президенты меняются. Говорят, так менять их 10 раз. Начальник генерального штаба, вот его первый зам, кто непосредственно управляет. Мы же понимаем. Есть спецо, которые с людьми общаются, публичная фигура, которая там не особо решает. А есть те, которые непосредственно работы за ней. Они же не меняются. Стратегию соблюдают. Они принимают стратегию, не реализовывают. А президенты, они людей развлекают. Так развлекают, всяк развлекает. Генеральной линии партии от этого не меняется. Именно поэтому. Потому что это вот они парламент, они же британской системы у них. Это вот у них парламент, это вот эти все бизнесмены. Вот перед кем у нас Владимир Владимирович выступал в федеральное собрание. Да, это вот бизнесмены разные сидят. Но меч не у них в руках. А у нас все это в одну кучу вот так замешали. И получается люди приходят спрашивать не с мэра, а сразу надо Путину писать. Но это же не очень как-то, мне кажется, эффективно. Не, а потом критическая масса наберется и в один момент... Так она поэтому и набирается, понимаешь, Макс? Она именно поэтому набирается. Вот именно поэтому. Да дайте им люфт. Пусть они там... Бардак в Оренбурге, мусор на улицах. Ну, ребята, разбирайте. Вы же выбрали своего мэра. Так и не забирайте. Ла-Ла, персональная ответственность. Все. Тот без вариантов. Персональная ответственность кого, Макс? Вот кого? Вот кто должен персонально за это отвечать? Вот скажи мне. Вот сейчас я тебе говорю, не могу перелить этим моим родственникам. Кто должен за это отвечать? Не могут крайнего найти. Вот дошли до президента. Президент. Написали с администрации президента письмо сюда. И ты что думаешь, вопрос решили, что ли? Кого перед кем ответственность? Невозможно это все проконтролировать. Надо людям давать возможность самоорганизовываться. В противном случае творческая энергия масс пойдет в другую сторону. Вот в чем проблема. Они не пойдут на это. Они на это не пойдут. Да. Я понимаю, Макс. Я понимаю. Поэтому кастрюля с заваренной крышкой она и дальше будет бухнуть и разбухать. А военное время... Это и есть стратегические. А это военное время проявляется, Макс. Представляешь? Нет у тебя почтанников на фронте. Куда нужно писать? Ну, как минимум, министру обороны или начальнику генерального штаба. Не зам по тылу твоему, а там вот сразу куда-нибудь там люди, там письма, обращения в государство, тяги тепловизов. Я вот действительно вот смотрю на это все, как бы сам непосредственно вовлечен во все это дело волонтерское. У меня волосы на голове действительно шевелятся. То, что вот люди начали помогать, это ну просто чудо. Если бы этого всего не было, я не представляю, какие последствия были. Вот реально. Ну это же опять надежда на русский авось. Это была чистая надежда на русский авось. Одни пошли добровольцами, хотя они не собирались туда идти, потому что там ну совесть, у кого что, там родина, понятия какие-то еще. Это же 40 плюс все, да? Другие там последние деньги сдают свои. А при этом мы видим сытые лица, спящие на послании президента, да, федерального собрания. Явно они там не соседшие питаются. Вообще заметили такой нюанс? Действительно, там абсолютно большинство спало. Путин бодрый. Вот мне только один вопрос такой интересует. А во сколько же это все происходило? Если в 12 часов в дня, то извините, а когда рабочий день начинается у этих всех товарищей сенаторов, чиновников, да? Я знаю, что ты понял. А я понял из этого послания, что у нас есть много реальностей. Вот мы с тобой, ты и я, мы живем в какой-то одной реальности. Вот у нас какое-то свое кино, мы в своей реальности. У нас там друзья на фронте погибают, да, там тела мы забрать не можем, там получить пособие в 10 тысяч рублей родственникам не можем. У нас своя реальность. А у них какая-то своя реальность. Вот он им, ты же обратил внимание, целый час их убеждал, что финансово, ребята, вы не пострадаете. И кредиты будут такие-то, и то будет хорошо, и зерно мы продаем. Ребята, не беспокойтесь, бабки мы ваши сохраним. А вот он не сохранил, а я же вас предупреждал. Весь разговор про деньги, понимаешь? Вместо того, чтобы сказать, пацаны, ну вы, конечно, заработали, но давайте 90% все на кассу. Кто не хочет на кассу, ну извиняйте. Либо одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим. Либо так не бывает, чтобы там Макс, Алан, Серега за ценой не постоим, а вы, значит, с барского плеча там по 500 долларов. Когда вино пьете по 1000 долларов. Ну так не бывает. И вот об этом вот он не сказал. Вот я этого больше всего ждал. Сказал, пацаны, ну как бы вы, мы же все, понятно, братва туда-сюда, но вот такая ситуация в стране. Давайте, сдавайте на общую победу. Если сами не хотите на фронт, сыновей своих посылать в Дубае, отдыхайте на здоровье, что хотите, делайте. Бабки дайте. Ну я поражаюсь, действительно. Вот мне звонит человек сегодня, поздравляет, мне говорит, ёпт, найди нам какой-нибудь ночник, найди нам тепляк. Нету. Говорит, Дерка придет. Не только тебе звонят, а мне то же самое звонят, понимаешь? А я что могу сказать, пацаны, а я знаю, что нормальный тепловизор на несколько сот тысяч рублей. Он не стоит копейки. Это дорогие, ну, дорогие эти вещи. Их надо ни один, ни два, они ломаются, разбиваются, они постоянно выбывают. Это же, ну, расходник. И сидят тут при этом пацаны, там товарищи, понимаешь, яхты им нужны, вертолеты им, еще что-то. Вот ты не переживайте, вы там не особо потеряете, вкладывайте в российскую экономику. Какая экономика? Завтра все в тыр-торары пройдет, если там пацаны не устоят. Да, всех отделение. Рыночная экономика. Какая рыночная экономика во время войны? Даже в Америке во время войны была национализация. Потому что вы не можете по рыночным ценам покупать солярку во время войны для своих танков. Это какая вообще рыночная экономика? Или для танков, например, металл, да, покупать по рыночным ценам в своей собственной стране. Это же не какая-то прихоти делались такие вещи. Национализация промышленности, например. И вот это вот, как бы, да, непонятно было, серый. А ты говоришь вот про смену элит. Друзья, вот этот стрим, Алан, подожди, вот этот стрим проходит в рамках 23 февраля, Дня Защитника Отечества. Вот мы втроем решили собраться, сделать стрим, поздравить всех наших друзей, подписчиков, выразить огромный салам нашим руководителям, и военным, и гражданским. Опять попытаться достучаться до железных сердец. смотрю я на лица Сергея, Алана, и понимаю, что дело рук утопающих, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Не надо никого, ни на кого надеяться, не надо никого бояться, надо просто выполнять то, что ты считаешь нужным. В данный момент нам нужно действительно защищать свое Отечество. На своих местах кто как может. И пытаться там донести свои родные и ласковые слова до тех людей, которые могут на что-то влиять. И если вы достучитесь, хоть там пару тепловизоров отожмете у какой-нибудь жирной жопы, блин, это будет плюсом в вашу карму. А нет, то Аллан правильно Серега говорит, если все порушится, эти товарищи с З-образными символами на петлицах придут сюда и обилетят всех, и проукраинских, и проамериканских, и антиукраинских, или антизападников, всех обилетят. З-тами на петлицах в этот раз мы воюем. Ты что-то это, подожди, не вводи в заблуждение народ, это З-т это у нас. Не, но я же это молнии Тора, которые носили СС-овцы, Сваффе на СС-ын, все проник, и рога на касках. Ну, у нас тоже все через одно место, блин. Ну, не буду. У нас рогов нет, но З-т есть, да. Все это печально, но в любом случае, с праздником всех наших ребят, кто воюет сегодня, кто несет действительно такую тяжелую ношу, которая под пулями бегает, под снарядами, под осколками каждую минуту. вот мы сейчас разговариваем, а там сражаются наши парни. Мы также поздравляем девчонок, женщин, которые тоже служат нашей армии, те, кто сейчас куют тыл, кто собирают гуманитарную помощь, кто пытается отправить эту гуманитарную помощь своим мужьям, братьям, ну, всем нам, народу простому, вот всех, весь народ Российской Федерации, многоарциональный народ, мы от всего сердца поздравляем. И надеемся, что вот эти все непонятные вещи, они канут в лето, как плохой, дурной сон. Ну, а система, на мой взгляд, она обречена, вот именно нынешняя система, да нельзя забюрокраченная, которая строится на принципе бабла, которая коррупционная, коррупционную имеет составляющую, ну, и наплевательское отношение ко всем добрым людям. Ну, это не дело. Но как-то так. Ну, тогда что, будем заканчивать сегодняшний наш такой праздничный, невеселый разговор. Нет. Я предлагаю веселые нотки такие благостные, вот, чтобы вы тоже сказали, Алан и ты, Сереж. Ну, я скажу со своей стороны так, что вопросов нет, да, видно, что система там, она пытается там ухватиться как-то, но в любом случае все так же циклично, как происходило сто лет назад, примерно то же самое будет происходить и сейчас. И неминуемо то, какая у нас сейчас система установлена в стране, она поменяется. Может, это будет не так быстро, может быть, уйдут на это еще там годы, но изменения, они назрели, на мой взгляд, и изменения будут, и после можно будет, ну, так вот, если немножко на перспективу вперед смотреть, только когда закончится вот спецоперация и все, что с этим связано, вот тогда уже конкретно изменения можно будет проводить. Сейчас просто-напросто нет тех людей, которые бы могли изменения эти в жизнь воплотить. Вот как они там сейчас наберутся опыта, да, как вот Макс рассказывает, что офицеры очень большую убыль, да, те, кто останется, они же будут очень злые, что вот такая вот система. И вот вернутся они, и тогда уже будет что-то меняться. А сейчас пока в нынешних условиях, ну, ничего, на мой личный взгляд, пока меняться не будет. То, что перемены однозначно произойдут, в будущем. Сомневаться мне тоже, кажется, не приходится. Они сто процентов будут, да, эти перемены, и хочется, чтобы они произошли органично, плавно и эволюционно, да, чтобы без всяких там разного рода потрясений это все было. Просто, чтобы как-то вот как-то по-хорошему это все сделали, да, без всяких перегрузок. Не хочется этого всего. Но есть еще обстоятельства непередолимой силы. Государство, если хочет жить, оно, знаете, как вот, как зверь там, или как, не знаю, любой животное, которого загоняют в угол, и он хочет жить, он будет за жизнь бороться. И оно будет бороться за жизнь, да, народ будет бороться за жизнь, государство будет бороться за жизнь. Если там между жизнью государства и жизнью народа встанут какое-то количество людей, облеченных большими деньгами, я думаю, что народ и государство победят в данной схватке. Причем с гораздо меньшими усилиями, чем сто лет назад. Почему? Потому что мне один умный человек сказал, говорит, Талан, ты понимаешь, вот почему тогда была ожесточенная гражданская война, и такой не будет больше. Я говорю, почему? Говорит, потому что белые офицеры, это были люди идеологически накаленные. Я, говорит, читал воспоминания, говорит, там человек говорит, пять раз в день штыковая атака. Я подумал, что это бред, говорит, ну не может быть пять раз в день. Говорит, уже в Отечественную войну, после одной штыковой атаки подразделения расформировали, раскидывали их по другим частям. Ну, как бы уже опыт туда-сюда, да? А эти, говорит, пять раз в день ходили в штыковую. Потому что они были идеологически накаленные. Они не за деньги воевали, не за поместье воевали. Они воялись за свои идеалы. Вот у этих, говорит, нет идеалов. У них, говорит, трусы в чемодане уже собраны. Только, оп, их нету, понимаешь? Они даже убегут быстрее, чем нужно будет оказывать сопротивление. Вот в чем дело-то. Поэтому, говорит, не стоит бояться вот того, что было сто лет назад. И не стоит ставить это на одну чашу весов. Либо вот такая вот разрушительная гражданская война, либо вот там давайте терпеть их всех. Зачем? Все будет гораздо проще, мне кажется. Они даже сами знают, что так закончится. Все это понимают уже. Потому что государство и народ хотят жить. Мы не хотим умирать. Понимаете? И мы не будем, и мы будем бороться за жизнь. Руками и ногами. И парни, которые сейчас воевали, понимаете, они туда приедут, сюда, например, ну и за сети там говорят порядка 20 тысяч. И пусть им потом рассказывают, почему у нас такие цены на ЖКХ, мусор не убранный, все остальное. Это уже другие люди приедут сюда, обратно. Точно так же, как у меня поменялось что-то в голове, так же вот и у них поменяется что-то в голове. И таких людей будет сотни тысяч по всей стране. И им расскажите уже потом про экономическую целесообразность и рыночные отношения. А так всех, конечно, с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Давайте не будем забывать, что это именно этот день, когда появилась краснознаменная Красная Армия. В боях познавшая радость побед. Которая раздолбала немецкие части в 1918 году. Новая была... И... Друзья, давайте это не будем никогда забывать. То, что Китай сейчас существует, он пусть спасибо скажет нашим с вами дедам. Потому что в противном случае это была захолустная колония. А мы подарили им государственность своей кровью. Ну и в завершении всем защитникам Отечества все-таки огромная благодарность то, что боевые действия, как ни крути, они ведутся не на нашей территории. Пусть долетает там что-то, но все равно это за границами Российской Федерации. В этом, мне кажется, очень большой позитив в любом случае. Все тогда. На этом закончим. Спасибо вам большое, друзья. Ну и зрителям, соответственно, спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok